Друзья, добрый день! Второй канал у нас оживает, у нас сегодня немножечко диванной экспертизы. Что, вот типа, эксперты, вот диваны, типа, все, будем сегодня развозить всякие разные сопли. И вы знаете, два дня назад Ford объявил, что уходит из нашей страны, и вот эти два дня происходит жуткая вот ханалия по поводу, что все люди, которые так или иначе связаны с автомобилями, ну, с кем я общаюсь, например, все такие, О, ты слышал, Ford уходит! В интернете жуткий вой, типа, что, ой, наш Ford, наш замечательный Ford, Ford Focus 2, такой автомобиль был! И вот это вот все, и все страдают, всем больно, все что-то это обсуждают, а я сижу и, походу, единственный не втыкаю в то, что, типа, а вы что, не подозревали, что как бы Ford-то сейчас свалит? Потому что это уже было понятно года три назад, как минимум, а может быть даже и четыре, когда они просрали все объемы продаж и так далее. Короче, вот давайте сегодня поговорим по поводу того, что у нас, типа, условно, кризис в стране, рынок новых автомобилей падает, и все очень плохо, и производители-то сваливают от нас, там, типа, тот же самый Opel, Honda, Ford теперь, ну, и все грустно, все очень, с очень сложными вещами ходят, ни у кого продаж нет, все плохо, и вот сегодня я немножечко об этом поговорю на примере Ford'а и про ситуацию Ford'а в том числе, но больше мне как-то интересно в целом этот вопрос задеть. Для начала, для начала давайте разберемся немножечко с Ford'ом. То, что он уходит из нашего рынка, это понятно и, ну, на самом деле печально, потому что в свое время, когда у нас был авторынок на пике 2007-2008 год, вот Ford имел очень жирную долю, они, вот это единственный бренд, занимался до 6,9% от общего рынка, это, по-моему, было в 2007 году, а в 2008 году у него доля была 6,5%, и это довольно серьезный показатель для одного бренда. Тогда был Ford Focus 2, он рвал продажи, там же был Mondeo 4-го поколения, и они действительно делали очень крутую продукцию, за которой стояли очереди, что на новых, что за новым, что за бушным. Ford Focus 2, кстати, до сих пор самая продаваемая иномарка C-класса на вторичке, если что. То есть у нас, допустим, есть, я вот себе на компе открыл мой любимый сайт автостата, я очень люблю ковыряться во всяких аналитиках и всяких таких штуках, и вот, например, топ-10 иномарок с пробегом по данным автостата за 2018 год и Ford Focus у нас на первом месте. Понятное дело, что там еще и первое поколение в придачу, и второе, и третье, и так далее, но тем не менее, блин, все-таки он продается в больших объемах на вторичке, нежели корова. Конечно, тут можно еще привести, что как бы корову не продают, потому что своя корова нужна, такая корова нужна самому, а Focus так типа ох, продать, 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 но тем не менее, короче, Focus 2-го поколения был прям хорош. То, что происходит сейчас, лично мне очень странно, по крайней мере, все это удивление людей, что, во, как так, эти слухи оказались правдой. Опять же, мы открываем просто ту же самую статистику по тому, как у нас продавался Ford за последние, там вот, ну, сколько на автостате доступ есть, за последние 11-12 лет. И мы можем с вами заметить, что как бы все было очень грустно уже давно, уже начиная там с 15-го года, как раз таки вот эти 3-4 года назад, уже было всем понятно, что с Ford нужно что-то делать. И та продукция, которую они выпускали у нас на рынке, у них же проблема-то не только в России, у них проблема и в Европе вообще в принципе. То есть они более-менее где-то существуют, это в Штатах, потому что там F-150 и вот это все. И в Южной Америке они нормально существуют, там у них Ford EcoSport, еще куча всяких моделей для внутреннего рынка, то есть они вот, ну, там, короче, на тех континентах они себя чувствуют в порядке, более-менее. Вот все, что Европа, Восточная Европа, Россия, Азия, все вообще забей, они не понимают, как вести здесь конкурентную войну, потому что проиграли-то они именно конкурентам. И, кстати, заслуга именно Focus, а второго и Mondeo была в свое время, то что когда они появились, за эти деньги никого рядом просто тупо не было. Когда появился второй Focus, тогда условно Golf стоил в полтора раза дороже, Octavia стоила там, по-моему, в 1,3 раза, на 30-35% дороже. И просто рядом такого большого автомобиля не было. То же самое с Mondeo. И при этом они сами по себе еще оказались хороши, но это на самом деле, как мне кажется, была вторичная история. Самое главное было это позиционирование по цене и по размеру. И тогда, да, тогда они угадали, было все круто, классно. Но на самом деле, 7-8-й год, это в принципе подъем для нашей страны был, поэтому там продавалось все, там и Кашкай в том числе уходил, как горячие пирожки. Ну так вот, возвращаясь к тому, что сейчас. Проблема в чем? Единственное, кого мне жалко в этой ситуации, это рабочих заводов. Потому что, как вы знаете, в стране у нас три завода Ford. В Елабуге, в Калуге и во Всеволожске. Вот два из них производят легковые автомобили, и они будут закрыты полностью к лету. А один, который делает Ford Transit в Елабуге, по-моему, по-моему, он в Елабуге делает. Я могу напутать здесь, это не сильно важно. По-моему, Елабужский завод делает как раз таки Ford Transit, и вот он останется работать. Они вместе там с Солерсом как-то порешали этот вопрос, что все-таки Transit останется, и Transit продается, между прочим, хорошо. И там люди останутся, но там все равно, по-моему, там будут какие-то сокращения. Но это не сильно важно. Самое главное, что вот все люди, кто сейчас работает на двух заводах, они будут уволены. Сейчас будет сначала первый этап сокращения, потом второй этап сокращения, потом нафиг себе закроют, а сейчас всех разгонят. И знаете, если вы покопаетесь в интернете, вы можете найти кучу душесчипательных интервью по поводу того, как журналисты приезжают в профсоюзы или еще куда-то, и берут интервью у работяг, у бригадиров, что вот как так, и они такие, ой, что ж мы будем делать, семьи-то надо кормить, работы-то нет, все плохо. И с одной стороны, да, ну действительно, я сейчас не шучу, не стебусь, ну действительно, да, ситуация фиговая, очень грустная. Но на самом деле, я не знаю, упустили ли вы эту новость в 18-м году, в осенью, по-моему, в ноябре эта вся движуха происходила, что завод во Всеволожске бастовал. Там рабочие уже бастовали, что им не платили зарплату, а не платили зарплату, точнее, им платили половину от зарплаты, не платили им полностью зарплату, потому что завод работал на 15% от мощности. Понятное дело, что все как бы не очень, и рабочие шли бастовать, что вот, давайте нам нормальную зарплату. И с одной стороны, я лично понимаю рабочих, что типа, ну да, у них там есть трудовой договор, и вроде как им там надо бы там семьи кормить и так далее. С другой стороны, я понимаю Ford, потому что, ну и завод, потому что откуда мы деньги-то возьмем, продаж-то нет, автомобили эти нафиг никому не нужны у нас сейчас в данной ситуации. В общем, рабочих жалко, рабочих жалко, действительно, тем более, с чем того, что у нас не так уж и много мест, куда можно устроиться именно вот, ну, дальше работать по специализации на какой-то автомобильный завод у нас. Их не так уж и много, а уж конкретно... Только если ждать, что их Ford кому-нибудь когда-нибудь продаст, и Ford, кстати, надеется сбагрить свои два завода, и там вроде как есть слухи, что Hyundai-Kia такие присматриваются и думают, а не наладить ли нам выпуск моторов здесь, потому что, ну, у Hyundai-Kia тоже есть завод под Питером, который нормально работает и клепает все эти автомобили, но, как вы знаете, моторы собираются в Китае. И сюда приезжает уже просто вот машинный комплект, они такие типа, может быть, моторчики собирать? Но они пока опровергают эти слухи, что они интересуются этой историей. Как бы это чисто слухи. Но, опять же, рабочим ждать несколько лет до того момента, пока выкупят завод и там наладят новое производство, довольно проблематично. Но, возвращаясь к нашему любимому Ford, все, вот, что мне непонятно, так это вот этот вот вой, что типа, о, потеряли легенду, о, это же Ford, это же такие замечательные автомобили, что делать-то будем? И, на самом деле, ну типа, йоу, они не продаются сейчас уже давным-давно. Они продаются штучно. Ну, вот, если мы возьмем, опять же, возьмем статистику автостата, по прошлому году они продали 50 тысяч автомобилей, что в три с половиной раза меньше, чем они продали в 2008 году. Да, конечно, их как бы не совсем корректно сравнивать, но, тем не менее, у нас автопарк Ford огромный, который катается по стране. И, по сути, эти автомобили никуда так-то не денутся со вторички, тем более, что Ford обещает все дилерские и гарантийные обязательства выполнять в полном объеме. И те люди, кто стали счастливыми обладателями Ford вот в последние два года, ничего с вашей гарантией не произойдет, все будет хорошо. И вот я хотел с вами обсудить такой момент. Вот как вы считаете, почему Ford провалился? Потому что, ну, ситуация-то вроде как странная, потому что они были на коне несколько лет, уверенно, заводы вот эти во все вложки, везде они существуют, вообще из каких-то незапамятных времен, они там что-ли там с 2002 года, что ли, работают. Ну, как-то, ну, Ford давно на нашем рынке. И они вроде как должны были понимать, что у нас происходит, что у нас любят люди, что в Европе люди любят, и как нужно позиционировать себя на рынке, как вести работу с конкурентами, вот это все. Но так чпок и провал. Пришли корейцы и показали, как нужно делать. То есть реально, ну, типа, от того, что уйдет Ford, какого-то вакуума не образуется. Рынок уже занят, его уже вытеснили. И вместо фокуса уже давным-давно продается сид. И все там еще плюс-минус, что в C-классе продается. Именно поэтому мне довольно забавно смотреть на что-то, когда люди начинают страдать, что, блин, как же так мы без Форда. Да как, легко, никто им не пользуется уже вот новыми, никто их не покупает. А те, кто покупают, плюются, потому что, блин, они не смогли настроить нормально так до конца Повершифт. Повершифт говна кусок. Я это говорил и буду говорить. Потому что, ну, вот сколько он существует? Лет с 11-го года? С 12-го года? Ну, то есть уже какое-то довольно длительное время. И он до сих пор работает ужасно. Если Volkswagen свой DSG допилил так, что ты сейчас вот... Если ты, если вы сейчас там кто-то владеет DSG, вот, новым, актуальным, ездит на нем и наисправном, то это же, блин, это же пушка, а не коробка. Она же работает просто замечательно. А Повершифт как был, очень задумчивой, очень непонятной, нелогичной коробкой. Так и есть. То же самое ценообразование. С какого перепуга они решили, что их автомобили должны стоить дороже? Да, я понимаю, что там же, ну, не глупые люди сидят. И, скорее всего, цене есть какое-то обоснование. И они как-то высчитывали. Они не думали, что такие, а, вот сколько это говно будет стоить? Полтора? Ну, и давай, ладно, попробуем продавать за полтора. Нет, они, это же цена чем-то обоснована. Но с какого перепуга они решили, что если у них второе поколение продавалось огромными объемами, и, как мне кажется, в первую очередь из-за правильного позиционирования по цене, то с какого перепугу они подумали, что люди у нас будут переплачивать за фокус, который, как по мне, неудобнее, чем Сид? Я сейчас не топлю за корейцев. То есть просто вот у тебя есть там, типа, полтора условных рублей, да? Ну, там 1,3. Нет, да, полтора это много для них. Там 1,3 условно. 1,2, 1,3. Ты такой приходишь на рынок и смотришь, что у тебя есть. У тебя есть там Skoda, Octavia в базе. Ну, не в базе, там, типа, в какой-то такой вот нормальной комплектации. У тебя есть Ford Focus, у тебя есть Сид, который будет просто жирным, классным, пассажирным и так далее. У тебя даже начинается где-то там королы. Совершенно ужасные, отвратительные за эти деньги. Но Toyota может себе позволить, потому что у них они на другом деньги зарабатывают. И там много чего еще. Из какого перепуга они решили, что они такие, ну, мы выиграем эту войну. Мы выиграем эту войну. И, типа, и самое, что они, они очень долго катились в бездну и ничего не предпринимали. Вот как Opel. Я не могу тут, понимаете, не привести эту аналогию. Opel с 99-го года был убыточен. Он ни разу не показывал прибыль, как концерн. В джебе с 99-го года. Они катились в бездну. И все мог. Все такие, ну, ну, наверное, это так вот. Что-то произойдет, что-то вдруг поправится. И мы, давайте мы выпустим еще турбомоторов, газетных автоматов вам пачку. Типа, это же точно поможет продаваться нашим автомобилям. И, кстати, кроме шуток, сейчас мы еще немножко про Opel поговорим. Вот Opel в свое время свалил же примерно по тем же самым причинам, только у них как бы было все попроще. Потому что у них и доля рынка была меньше, и фанатов у них было не так уж и много. Как бы, и не от них на самом деле зависело, потому что там GM в принципе сваливал. Но, но, Opel продали Peugeot. И это, наверное, вот один из моих худших ночных кошмаров, автомобиль, созданный совместно Opel и Peugeot. Но, но кроме того, Peugeot, Citroёn, они же, ну, это реально, там умные ребята, несмотря на то, что я поливаю говном все, что они делают, там ребята умные, потому что в семнадцатом году они купили Opel, а в восемнадцатом Opel показал прибыль. Довольно серьезную при этом. И вопрос, что делали в GM все это время? Все вот эти почти 20 лет, что делали люди, управляющие GM? Что пришли французы и такие, типа, пацаны, вот так это делается. Хлоп, и Opel прибыльный. Да, я понимаю, что там, типа, когда большие компании, там есть история, что есть короткая прибыль, есть длинная прибыль, вот это вот все, что типа, то, что он сейчас показывает прибыль, это не факт, что он будет там, типа, рентабелен в дальнейшем. Это все понятно, но тем не менее, то есть они за один год взяли, переделали все, что можно переделать и получилось, в принципе, неплохо. То же самое Ford. Они такие, типа, пацаны, вот это вот то, что мы сейчас закрываем заводы и то, что мы сейчас... Это реструктуризация. Это реструктуризация всего европейского отделения. Реструктуризация вообще в нашей стране это матерное слово, так-то по большому счету, потому что народ у нас такие слова не любит. Но тем не менее, они считают, что они сейчас что-то там придумают и в принципе европейское отделение поднимут с колен, что в Европу Ford вернется и возможно он даже вернется в Россию, но что-то мне в это очень слабо верится, потому что я не знаю, что должен сделать Ford, что будет на голову выше, чем все остальное, что делают корейцы, Volkswagen, неважно. Типа все, они просрали конкурентную войну. При этом, при этом еще, если опять же мы откроем автостад, топ-модели, которые продавались в 2018 году, вот самые популярные тачки. Ну, естественно, ни одного Ford там не было. И это уже давно, но в 2017 году, в 2016, в 2015 Ford уже очень давно не было в топах продаж. И почему все удивляются, я не понимаю. Ну, типа, я Ford похоронил в 2015 году, когда они продали 30 тысяч автомобилей за год, по-моему. В общем, вот такой подкаст, условно говоря. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот на втором канале я все комментарии читаю. Да я, в принципе, все комментарии читаю. Я везде всегда сижу и читаю комментарии. Мне интересно, что вы думаете. Как вам кажется? Почему Ford перестали покупать? Мое мнение, мое мнение, что, а, они стали очень неудобны, особенно третий фокус. Вот что вы, у вас был идеальный второй фокус по салону, по эргономике, по ощущению, по всему. Вы взяли все, сделали с нуля, и получился такой кусок говна просто, откровенный, в котором тесно, неудобно, жестко. засунули в него мозговыносящую коробку и повесили прайс на 20% дороже. Ну, чё, чё. Ну, это и так по всему конце. Это с Mandeo та же самая история. Вот почему? Вот мне кажется, именно поэтому, что они сделали продукт хуже относительно по времени. То есть, понятное дело, что если лоб в лоб вставить вот там, типа технологичный третий фокус и второй фокус, то чисто как автомобиль, возможно, может быть, с поправкой на возраст, третий даже будет чем-то лучше. в смысле, он более современный, вот это вот всё. Но в условиях рынка, когда ты тут не один, вас тут много, они сделали продукт объективно без конкурентных преимуществ относительно всех остальных игроков рынка дороже, ненадёжней, а он даже, наоборот, он даже более такой сомнительный. И на что вы рассчитывали? На что вы, мать его, рассчитывали? Такой, короче, подкаст. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Дайте какую-нибудь обратную связь по этому поводу, потому что, в принципе, вот так вот в выходной, в субботу сесть на диване и обсудить какие-то новости, которые происходили за неделю, за милую душу вообще. Вот, если вам это будет интересно, то просто каждую неделю будем это дело выпускать. Вот. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Там, лайки, подписка, вот это вот всё, ну вы знаете, вы у меня тут у нас ламповые свои ребята. Всё. Спасибо большое. Пока.